В прошлом году в Люберецком районе в рамках реализации программы «Доступная среда» было установлено 52 объекта в местах социальной инфраструктуры. Это пандусы и поручни, а также оборудованные парковочные места для инвалидов. Уже нынешним летом планируется расширение границ работ. Инвалидам и малобавильным группам населения должны быть доступны такие социальные объекты, как аптеки, переходы, магазины, зоны отдыха, жилые дома. Отличились по реализации выполнения программ и представители городских поселений. В числе аутсайдеров оказался поселок Октябрьский, который не участвовал в мероприятиях по созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этом фоне выгодно выделяется Томилина. Это единственное поселение, которое не просто участвует в районной программе, а в администрации Томилина разработана принята их муниципальная программа. По регламенту, для маломобильных групп населения в новостройках предусмотрены специальные подъемники и выходы. Однако в домах старой застройки с этим возникают серьезные технические проблемы, а также разногласия со стороны жильцов. Если один инвалид живет в одном подъезде, и он захотел сделать себе пандус, и эти работы должны быть связаны, к примеру, с обустройством отдельного входа, ну, бывают такие случаи, что через черный ход можно сделать отдельный выход. Должно быть проведено общее собрание всего дома, не только этого подъезда. Должно быть принято общее решение, что люди не против. Руководитель администрации Люберецкого района Ирина Назарьева обратила внимание на то, что на многих улицах завычен бордюрный камень. Это мешает передвижению людей с ограниченными возможностями здоровья. А также предстоит привести все пандусы в соответствии с требованиями. Существуют нормативы. Угол наклона, ширина пандуса, ограждение. Вот, допустим, пандус, хоть и две-три ступеньки, а у вечного дня, у поливленники, сделан, выдержан полностью требованием и нормативами. Вот подобное должно быть и в живых домах. Обсуждая планы на вторую половину этого года, участники договорились приступить к решению обозначенных проблем уже в ближайшее время. Ольга Чуканова, Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.